Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в сороковой выпуск четвёртого сезона «Пути со дна» с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. В предыдущем выпуске удалось выполнить только один квест «Кровь войны. Часть третья» для барахольщика с пометкой «Схронов» с топливом на локации «Лес». Выпуск поддержали финансово Тимон Омск, Миша, Юра, Колясик, Аноним, Пожилой Паукан, Сиси Кэпфелл, Фрэнки Уайлд, Айдар Ахмедшин, Антон Палыч, Роман, Двоимер и Гориссимо. Это вам огромное спасибо за тёплое слово и щедрую поддержку, добрый люд. Будьте здоровы. Юра, добро пожаловать. Сегодня ты убедишься в том, что папа фигни не скажет. За Дикого, в общем, дилемма получается, потому что там контент только из лутания выходит. Я думаю, это быстро наскучит. Двоимер? Ну, там без шансов. Сам знаешь, браток. Всем приятного просмотра. Огромное количество страховки вернулось. Что-то я сам выбрасывал, что-то с меня не снимали. Ну, смысл, естественно, паку эту снимать. Там наушники ж наушники. А можно я сегодня буду какой-нибудь лайтовый выпуск делать, пожалуйста? Без боссов, ЧВК, в паке. Покачать навык владения снайперскими винтовками по умениям. Чё там у меня получается? 23.3 из 30. Ну, немного совсем. Ух, мать, а чё это с ними? Смотри, поплохело чё-то нашим торговцам. О, барахолка предлагает из леса выйти три раза за это. Говорит, 5 тысяч, как дам. Пару воздушных фильтров. Водных, точнее, фильтров, как дам. О, ну и здесь, смотри, можно будет опытом мне подфармить у егеря за Дейлик. Устранить диких с расстояния больше, чем 80 метров. 12, да ещё и на любой локации. Так, дикари мне принесли. Я же забыл совсем. Отправил тут запапку. О, вон оно чё, ключ от склада ЮСЕК, оружейный сейф, офис таможни и каратыши МП5. Халувинское оформление, ё-моё, в схроне, смотри. Смотри, что тут. Ё-моё. Ё-моё, страшно-то как. Тут и там всякие свечи кругом. Тыквы. Мыши летучие. Так, а вообще я хотел сюда воздушный фильтратор запустить. Зашёл воздушный фильтр, поставим. 8 часов ещё имеется, будем использовать бонусы. Итак, с локации лес мне надо будет выйти 3 раза. И пойду я именно на эту локацию. 16, вот это, вот это, вытерю, 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 вытерю. Всё страхуем напрочь. Погнали. Никаких вселенского масштаба целей не преследую. Просто хочу прогуляться, если получится пару диких, с большого расстояния шмальнуть и просто уехать с локации. Итак, раза 3. Я понял, пацаны, я понял. Вот это я, конечно, по снайперю. Сейчас так по снайперю. Вот это, вот это. Господи, где я вообще? Я сейчас на мины так выйду. Это Дон Диккер, да, я так полагаю? Да, это Дон Диких. Дон Диккер носятся короче о боги патроны забыл не ну чё опасный перил пострелял спаки получается да кого там хоть высветляй хоть не высветляй я готов поспорить что вам там вообще ничего не будет видно пасмурная погода гром гремит кусты трясутся независимо от того какое время суток ты выбираешь хотя в том направлении смотри так хорошо видно да силуэты куда я попал тарков по шаде в том направлении куда мне надо вообще ничего не видно жестко однако ладно будем пытаться на ощупь примерно блин ну такой выпуск такой выпуск немного кому понравится в темниках то постоянно не так да народ частенько буксует из-за того что по темной этой схожу до развязки там чувака да я вообще ничего не вижу ничего не понятно короче внутрь зашел понятно не хотел я честно говоря идти на завод делать этого карателя но другого геймплея но я не вижу сегодня на сегодня по крайней мере это точно это темные все локации это везде надо ходить с теплоком или этим самым прибором ночного видения но со фонариком подсвечивать только себя ты будешь скорее всего но пока есть чем играть хотя бы на заводе давай сходим на завод посмотрим может быть там получится мне пару-тройку чувака сегодня подстрелить ну а заводу нормально сотри нет темников никаких а нет сотри там какой-то эловин случайно эффекта на старте рейда базар нет я тагила пришел иди убей его иди убей его ё-моё живучий какой а он уже тут а он уже тут а дикие пушат короче да дикие тоже с ума посходили получается а можно мне экипариков афк-шных шесть человек а в этом духе а 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 ну это дикий обычный так а что мне сегодня досталось а голод и пожрать охота постоянно бяру бяру я только подумал тихо чё ты прям оберился что тыквенные ваши головы ого стоят там двое ну ладно закидываемся сразу не помер тоже хорошо жаловаться да правда были утоляющих никаких больше нет надо было все-таки с собой тюбики бы профешки брать это лишь как непонятно чё где чё где кто где ого ого он уже там ладно пойду сдохну убьюсь от него короче получается ого подгрузились дикие еще и с челоботами 100 подава сюда бегут фары врубай в апель из кузи жесткий ты дикие за мной выехали ай патроны кончились совсем на другой геймплей я был устроен сегодня если честно почилить с болтовочкой побегать что это такое это на голову которая тыква да надевается получается на натуре ох и ёб граната сюда что-ли ух ты гад эй блять щемись парни мушкует кто-то там граната или его мне такие не нужны которые сидят по углам ой твою мать о чё-то новое какой-то новый спаун надо мной чувака ух и он мелоди но а как он Блин, не могу пробить. Смотри, чё придумал. Взял КС-23, зарядил звезду первым патроном, а остальное сверху докидал баррикадами. Хороший патрон, он там и четвёртый класс включительно пробивает. Может быть мне посчастливится убить одного ослеплённого ЧВК, тогда я егерю квест один ещё закрою. А то я чё-то так смотрю, я по-моему карателя сегодня точно не сделаю. Я уже сколько, 4 или 5 рейдов и только одного ЧВК убил. Такой себе коэффициент, конечно. Ого, ну давай Тарков. Не надо. Да не беги за мной. Тут пристало. Не пойму листу, нет? Да, любят это очко простреливать. Я думаю, что это ЧВК. А, ой, это Тагила вообще. С каким-то мечом самурайским. Вел, да? Пойдут за мной, да? Пошли, кажется. Ну давай, пацаны. Они надо мной прям ходят там. Попробуем отсюда обойти. Я того родственник. Ну, господа и дамы, я надеюсь, вы будете солидарны со мной, что в паке на заводе мне, по крайней мере, делать точно нечего. Поэтому, почему-то не прогружается, крутится, вертится. Я на свой БШ-6Б-47 ратник напяливаю красивый, счастливый прибор ночного видения и пойду в лес. Постреляю лучше я диких, поищу лучше я чайники. О! Так это чё, как повезёт, что ли, получается? Ё-моё, да нафиг я тогда скину этот ночнушку. Всё, нормалёк, пацаны. Жрать только охота постоянно. Интересно, девки пляшут. Оказывается, как попадёшь, получается. Ё-моё, я б знал. Ну ладно. Попали в хорошую погоду. Нормально, а не в преисподнюю какую-то. А раз уж я здесь, поищу, пожалуй, эти самые чайники. Короче, идёшь в лес с тепловизором и точно не ошибёшься. Получается так. Ну, после завода как-то на взводе какой-то весь. Пекарь нашёл. Один патрон. Интересно, для чего? Ну, два. Один в магазине, один зарядил, получается. Значит, точно не для себя. Конява есть. О, часики есть. Нормально, нормально. Сюда их. О, подождите. Как-то я сразу не заметил. Самое ценное это еда. Протискивай свой рюкзачок. Глупо, конечно, в час пик вот так вот бегать по лесу, как у себя дома по открытым пространствам, как бы. Ну, и пофиг. А мне пофиг. А, кстати говоря, чё, я же раз за дикими-то пришёл. А, нет, мне же надо уехать на машине ещё три раза, да? Давай попробуем уехать на машине три раза. Или в баню этот Дейлик. Давай пойдём штурмана смотреть, раз у нас дневное время выдалось. А если нигде чайник не увижу? пойду за штурманом. А где ещё можно посмотреть намеченки? Отсутствует. Понял. или всё-таки сходить? Может, по Дейлику получится двенадцать диких, ни много, ни мало. Да ладно, там на заводе рейды-то по одной минуте. Можно сказать, что и не играл. Там можно просто смело нарезку как до смертей своих нарезать, и всё. Там одного чувака такого был. Пару диких. В лучшем случае. А, стоп. Ещё же вот здесь в избушке в палатке есть точка спауна диквариата. Тут моё, конечно же, нет. хавчик не игнорируем. Как никогда, кстати, будет уже семьдесят четыре, только загрузился уже двадцать пять единиц больше. Нет уже энергии. Голодные времена настали. Еда. Еда наша всё. Слушай, а это, может быть, гранаты, кстати, рвутся? Самый же штурман может, да? Там быть. может, пойдём? Пойдём. Нет, не пойдём. Нет, пойдём. А чё он их не съел? Правую кнопку случайно нажал. Поэтому не съел её, А в дикие, по крайней мере, я думаю, в любом случае будут бегать. Как у малышённые везде, где попало. Бегать, лазить, да? Во! 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 часы, посмотрю, чё там происходит. Кто там стреляет? Зачем? Чё? А, это чё? Чё это? Чё чувака думал? Обычный маза. Бам! Магазин не зарядил. Если как всегда. А вообще он мне нужен. 12 раз нужен он мне. Да, подождём. Он в любом случае сейчас вернётся. Блин, какая стрельба кругом приятная. Дикие сейчас будут инфу вообще на ура раздавать, да, налево-направо? Чё со штурманом непонятно? О, вернулся. Красавчик. Стоять, бояться. Отлично. Нас такой вариант устраивает. И вперёд. Смотреть дальше, чё происходит. Так, один есть, осталось 11. Дистанция больше 80 метров. Сто процентов. гранаты не просто так рвались тут, либо ЧВК с кем-то встретились, либо это светло-озёрские могут отширивать гранаты запросто. Они любители этого дела. Теперь там гранаты бабахают. А, понятно, там уже открыто, вон, машина. Зачистили. Ну, блин, в час пик это, как педаль, большая какая-то компания. Ну, небольшая, может быть, но компания. А в одиночку игроки редко когда вот так вот ходят, смотрят фиолетовые ключ-карты там или ещё что-то в этом духе. Это удел игры в какой-нибудь компании с кем-то. В кооперативчике. Ё-моё, кооперативчик. А стопудов тут нет никого. Никакого штурмана. Готов поспорить. Слишком я поздно пришёл сюда. А вот ты зачем встаёшь, а? Ну, как бы здесь негде чайник смотреть. Если только на скалу подниматься, там пару мест есть. на снайперскую скалу имею в виду. Там есть пару мест. Да и всё получается. А, ну самолёт тоже, да? У меня выходы в той стороне. Чё у меня вообще там? Окраина 14-я. Опа. Кто это спустился? Это ЧВК, пацаны. Сейчас будет перебегать, и я его здесь убью. Не попал. О, попал. Но не убил. Ого. Это дикие на кого-то прям налетели жёстко. По-моему, я ещё кого-то слышал. Да? Ладно. Тогда в ту сторону где-то ЧВК трётся. Там уже туда идти смысла нет. там опять какой-то то ли М1А, то ли ещё что-то в этом духе. Не исключено, что с тепловизором каким-нибудь. Он меня прочитает быстренько на карте. Я тогда всё-таки посмотрю здесь места. Пич. Тут тишина, да? Давай посмотрим туда наверху в бункере. Да и вообще, по идее, можно попробовать выйти на машине, да? А, выход на мосту до сих пор не активирован. Так-то. Так-то. Чистоган, нет никакого чайника. Чё-то вообще ничего нет. Ну, хотя такое тоже бывает. Бывало, приходило, тут тишина полностью. Эй, у меня граната была. Ёлки-палки, чё ж я с... Блин, я думал, у меня нет гранаты, отвечаю. Вот я тип. С мосинки мы можем брамет и прицел забрать. Состояние всё равно у неё не алё. Потом, если чё, с мосинкой прогуляться, если вдруг выскочим с локации сейчас без происшествий. А, стопы, на коттедже надо было мне идти. Там же на коттеджах на самих ещё есть пару мест спауна антиквариата. Блин, чё-то я подумал, что штурман будет живой ещё. Поскакал за ним. В итоге не там, не тут. Ничего не сделал. Самолёт ещё посмотрим на наличие антиквариата. Тарков, ты знаешь, что мне нужен чайник. Дай. Чайник дай. Да. Так, давай ещё диких посмотрим здесь насчёт дистанции. 80 метров. Можно тут стрельнуть кого-нибудь. Вот, 33. Опа, вот он дикий. Уходи. Дальше беги. Блин. Ну, чё ж такое-то, а? Ну, чё ж такое-то, а? А, Дис, а? Чё ж такое-то, а? Есть. Ты хоть по одному попал. О, да там их нормально так пасётся, парни. Парни, парни. Давай хотя бы по диким постреляем. О, ничего не видно. Есть. Нет. Нет. Попал, не попал. Так, а где это посмотреть? Оперативное устранение. Трое есть. Ништяк. Трое есть. Осталось девять. А там был ещё один. А вон он сидит справа. Ствол торчит. Слегка. Где-то вот тут он сидит. А, вон он. Ёлки-палки. Чё ж вы такие живучие, а? Хе-хе-хе. Нормально. Да, блин, что за духота. Дайте мне хоть диких-то пострелять. И здесь в лесу прилетает по лошке. Ну, я не знаю, давай за дикого, что ли, попробуем в лес прогуляться за этим чайником проклятым. Я уже фиг его знает, как, куда играть. И на завод идти неохота, блин. Опять там будут пинать. И на большую локацию уже все приборы ночного видения выменили, выкупили. Там их нет просто в наличии. И продаются за сто, там, пятьсот тысяч. Я манал эти ивенты, ей-богу. Ля, не успел родиться, уже чё-то болит. Спасибо, Хэллоуин, спасибо. У меня и дикий даже в паке. Да что тебе, Тарков? Эй! Кто я вообще? Где я? Пойдём искать... чайник. Пойдём-то по тайникам. Двадцать одна минута. Ё-моё. Часи. Бункер в дикий. В дикий мост. Горный тайник. Восточные скалы. Выходи, где хочешь, говорит. Ладно, пойдём. Выйдём, где хотим. Скорее всего, это будут восточные скалы. Я так предполагаю. О, боль прошла хоть. Чё-то, пока, эти носки дырявые. О, ништяк. Одобряю. О, стопудово у меня игра за дикого будет поприятнее, чем за ЧВК, получается. Тут хоть четвёртый класс, бронеразгруз. А, тут уже всё перековыряли. Аутомат выбросили. Вы бы лучше чайник выбросили, пацаны. Да стопудово тут нет чайника. Если бы он даже был, вы бы уже стараканили. Значит, в каком направлении двигаемся? Да так, наверное, просто по тайникам прошвырнусь. И пойду на горный тайник. На горном тайнике пару мест есть. Там на самолёте посмотрю. Времени должно хватить, если нигде задерживаться особо не буду. По шурику. О, водичка и аптечка большая. О, пойдёт. Вот тут прибамбасы всякие. Пойдёт. Что там ещё раз по выходам южный такой есть? Нет, нет. Тут спящего ещё глянем. Поковыряемся, в общем, на локации, малёха. Блин, они прям передо мной тут появились. Спацназ. Не понял, что там по патронам около половины поясок, говорят. Ну и ладно. Сейчас всё толкну и в стрип-бар. Обязательно. Похабать. Но тайники не лутаны, это уже радует. Это уже... Перспективное светлое будущее. Яичко. ГПшечка. Шлем стальной. Мать твою, сейчас денег как насобираю. Да только толку с них, с этих денег. А, там где он? А, там сумка есть, спортивная. Вообще, как это всё дело находилось раньше и просто-напросто? Потому что раньше, когда... Ну, можно сказать, начинал только играть, пылесосили всё подряд, прям буквально осмотрели всё, все места абсолютно, которые знали. Каждую сумочку, каждую курточку, каждую точку спавна какого-нибудь даже самого, может быть, незначительного лута. И находились вот такие вот предметы. Ну, признайте, сколько раз вы находили видеокарту, не ища видеокарту в какой-нибудь сумке? Ну, было же. У меня было такое не раз. Ну, нормально, нормально, ещё я взрывчатку нашёл. Вот оно вроде потихоньку, помаленьку вот так бежишь, идёшь. Это же не свита, надеюсь, там стояла. Эй, это чувака вообще. Братан. Вон он побежал. Да иди ты в баню. Ты мне не интересен. Мне нужен чайник. О, а эти? Времянки-то. О, здорово. Только не заагрись на меня, я не знаю точно, там чайника был или дикий. Если там дикий был, то мне... Сейчас этот тип... Даст копоти. Он что-то вообще замертво. Это, скорее всего, даже челобот загрузился и что-то тупит стоит. Я так предполагаю. Да ладно тебе, флешки. Если б мне были нужны флешки, то я б нашёл уже все флешки, которые нужны были мне. Ну чё, неплохой день, господа. Вообще нормальный. На заводе насявкают. Тут тоже непонятная ситуация, в общем. В лесу. Надеюсь, он в окошко там не будет мне струлять. Понятно. Времени у меня уже, наверное, даже и не хватает, да? 14 минут. Нет, нормально. Можно даже, наверное, в первую... В первую очередь пойти на самолёт упавший. Потому что горный тайник, выход, у меня попутно будет практически. Это дикий. Судя по шмоткам. Или нет? Давай самолёт поглядим на наличие. Тайничок. Вот теперь на диких там, на чавыка каких-то не отвлекаешься. Чисто работяга у тебя дикий. Чисто работяга. Его задача только... Ходить лут искать. Поэтому, когда проще всё это... Легче, как будто и играется. Ей-богу. Гораздо легче. Чайник. 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 Бар. Нормально. Конява. Всё, чайника нет. Нафиг вы там на этой деревне? А, мне в деревню-то и не надо. Чё я? Всё, смотрю тогда матрас возле бункера. Сам бункер смотрю. И выхожу здесь. Опа. Котлы нашёл. Шо можно кикинуть? Это запитонить можно? Всё, больше ничего. Только часы, получается. Нет, нифига в этом бункере. Совсем ничего. Чем занимаешься? Непонятно. грабанули его полностью. Там где-то СКС постреливает, где-то на коттеджах постреливает. Ещё пока забирался, подходил сюда к скалам, слышал там... О, смотри, чё это такое. Чё-то ветер. Погода портится, что ли? Темники настают внезапно. О, понятно. Значит, следующий рейд... Опять затмение какое-то будет, да? Смотри, чё. Ё-моё, на глазах прям стемнело. Вот так вот оно, оказывается, происходит, да? Да, точняк. Страшно, а вырубайте. Ну и ладно, и занимайтесь дальше своими делами, а я пошёл домой. Продам добро. Не нашёл чайник, к сожалению. Ну и ладно. Блин, набрал магазин, а да не те оказалось. Я предлагаю безумную едойку одну. У меня тут есть кедр, который только что дикий у меня вытащил. Я предлагаю с этим кедром вытряхнуться на завод. А-то чё-то как-то непонятно, в общем. 15 днём получается. Кедр и всё, и остальные прелести. Вот теперь настоящий полноценный печара, который даже со сломанной пушкой вышел. Так. Рыбки-то жёсткие кругом. Ладно, пойдём быстро вздохнем, да и всё, я домой. О, вышел. Вон он побежал. Ага, пикают. Блин, вот они любят вот эти вот движения. Видел, да? Базару нет. Знаете, я вам что скажу, господа? У меня есть 2 миллиона 840 тысяч рублей, и сегодня, пока у меня не кончатся эти деньги, либо пока я не сделаю карателя часть пятую, не добью этих злосчастных пятерых ЧВК, я не успокоюсь. За дикого, который вынес АК-74, думал голенькой взять его, а потом чё-то подумал, да чё там пару-тройку десятков тысяч потратить и собрать более-менее, хотя бы что-нибудь, из чего стрелять можно будет. Я сейчас поужинал, получается, подобрел самую малость. В общем, намерен сегодня сделать. Не получится, с автомата возьму вон дробовик на флэшетах, да и пойдут же бошить. Чё мне, да? Пофиг же, с какой пухи-то убивать. Поехали. Пошли щупать, да? Сейчас вот здесь будет выходить. Один уехал. Давай, 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 лечись. Вот это, вот это. Я не успел отвернуться. О, отпустило. Нифига она слепит, когда надо, а она, блин, врага так не слепит, как тебя, да? Камиказы. Это и правда камиказы, получается. Все, 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 Тарков. Успокойся. Я случайно. Блин, нет, это не нормально. Или нормально. О, там-то дробошист тоже. Все дробовики похватали, как я взял дробаш. Я не вижу никого. Где вам бразы? Ты че там, блядь, обеешь, упырь? Дикий обычный, скорее всего. А-а-а, блядь, зимись! Слева, кажется. О, ну, блин, ну на заводе в кошки-мышки играть будем, да? Вот чувака, сто процентов. Так, там, говорите, полуавтомат еще есть, да? А вот они, два чувака. Два их, пацаны. Два их, пацаны. А это внизу, по-моему. Вон он, вон он, блядь! Тихо! Ебать! Аббенида! Че вы делаете? Вали, вали, хуйцот! Сука ты, блядь, и упырь, блядь, гнида, блядь! Че, где-то здесь же было, возьми, а? Ублюдок, мать твою! А ну иди сюда, говно собачье! Решил ко мне лезть? Ты, засранец, вонючий, мать твою, а? Ну иди сюда, попробуй меня! Ну, блядь! Теперь это сверху. Ебать, тебе парика, нахуй! Теперь это сверху надо мной. Да что ж такое-то, фиг угадаешь вас? Один слева, один справа. Ну? Вот ты заколебал, а? Вот с этим будет тяжко. Не-е-е, не вывез. О, падет. Уф, я заряжен. Уф, блядь! Шо такое? Какой-то странный звук слышал? И вижу. О, это как объяснить? Ты как, помер уже? Меня что, догрузило куда-то? Вон, вон он, блядь, не парк его! Это что за фигня? Что это за звук странный? Причем он ЧВК чисто клацает. Слышишь? Странная вообще волына. Как сюда прилетело? Это, по-моему, не чистая какая-то сила. Это, мне кажется. Купчик работает. Я не вижу его, не могу разглядеть. Он не умирает. Я не знаю, что это за фигня. Я не понимаю, что это такое. Или это хэллоуинские приколюхи какие-то. Чё за бред? Наконец-то убил. Ты, братан, покажи, чё за валына. Ё-моё. Офигеть. Это пистолет. Понимаешь? На рип-патронах. Прикольно. Прикольная тема. Офигеть. О, видал? И тут с пакой, товарищ. Такой же, как я, бедолага. Я даже не знаю, есть ли смысл мне лечиться. Пацаны, долгай совсем, ёбутал. Валить надо его. Залава. Вот петух. Грина. Медведя. Пошёл я домой. А ты чё там пиздишь? Или не дойду. Ну, блядь, на грязь, сука. Отпустите домой, пожалуйста. Мне полечиться надо. На, блядь, жри, сука. Хе-хе. На больничный мне бы. Как ты чалалась. Вот чё пыль. Лам, тихо. Как он моментально аишку вкалывает, смотри. Жух. Ну, это ещё один ЧВК, пацаны. Это ещё один ЧВК. Остался один. Я вообще первый раз в жизни слышу этот глушитель. Поэтому я прифигел немножко, если честно. Да это обычный глушитель. Офигеть. Так. По-моему, это удобные клиенты. Это с пистолетом товарищ. Вам так не кажется? Ого, кинул. Чё за так? Уходи. Уходи. Патроны в подсумке. О, хороший спаун. Обычно тут сразу замес происходит. Обычно. Ага, слышу. Не вижу. Эй, выгидай. А, вон он сидит под фонариком. Блин, не туда гранату кинул. И больше нет. Боятец, что ли? Побежал, чёрт не знает. А, вон он сидит. А, патроны. Понял. Подожди. Да нифига ты. Вы же говорили, простреливаются ящики. Да. 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 Ну, короче. Это шанс хороший. Но, боюсь, я его не реализую, короче. Он с дроби меня просто разбирает помаленьку. Не вижу я его. Разбирает, видишь? Один фиг. Хе-хе-хе-хе. Сич. А ты хорош. Бам. О, повторный дубль. Хорош. Да и пофиг, что я слился. Ты посмотри. Ты посмотри. 19 секунд вопрос решён. Я уже стоял там, думал, господи, хоть бы он там умер поскорей, а то второй убивает меня стоит. Однако, наконец-то я закрываю каратель, часть пятая. Здесь он планшет для документов даёт в качестве награды, смотри. И пистолетный кейс. Но пистолетный мне не особо интересен. Планшет для документов это хорошо. Нет, каратель пятый мне в паке на заводе тяжко даётся, пацаны. Вы сами всё видите. Мне проще гораздо где-нибудь с болтовкой шататься на большой локации. По шестому карателю надо сдавать армейские жетоны Бер Юсек. Сейчас мы чё-нибудь поменьше кинт-левела выберем. Ну и остаётся убить бойцов ЧВК, используя винтовку СВД, исключая завод. 15 ЧВК надо настрелять, но это снайперская винтовка. И это любая локация, кроме завода. Здесь уже гораздо проще выполнить будет, я считаю. Дикие вернулись с добычей, до этого, я не знаю, показывал нет, по-моему нет. Там они автальмоскоп принесли, и вот вторая, второй заход получается. Здесь они красный сигнальный, пару пушек и зажигалку притаранили. Всё, на сегодня с меня хватит этих смертей. Я сегодня один раз, по-моему, только выжил за ЧВК и один раз за дикого. И всё, это весь мой успех. Но зато закрыл карателя пятого, это хорошо. Всем спасибо за просмотр, надеюсь выпуск вам понравился. Благодарю за вашу поддержку, пальцы вверх, добрые комментарии. И всем отличных выходных, приятной игры в хэллоуинском ивенте. Сильно не бомбите. Увидимся, услышимся в следующем выпуске. До свидания.